Привет! Снимаю я сейчас на микрофон пушку, точнее Пишу звук на микрофон пушку, который подключен к DJI Я увидела такие интересные настройки Ну, в общем, это ASMR Я услышала вашу Тоню и Полину, короче говоря Ваши то, что вы хотели, короче, от меня В плане обзор заказа в формате ASMR Без всяких специальных ASMR звуков Я только, блин, забыла взять ножницы Я взяла только один нож Я тут на Азоны Вайперсягова себе напозаказывала Там всяких сбор семян Вот это Азон, он что-то дофига дешевый был Я в инфобоксе, закрепленном каменде Я ставлю артикулы на Азоны на Вайперс На то, что тут будет в обзоре И я тут делала салаты И добавляла смесь вот этого всего И мне очень понравилось И я решила доказать еще Ну, может у кого-то возникнет вопрос Какого хрена Лёля Столько всяких семян закупила И орешков Но с другой стороны, если вы давно меня смотрите Вопрос не возникнет А с третьей стороны, ну это Да, так и подмывают Сказать закон Но пока не скажу У САМПЕС я когда покупала на Азон Этот самый, как звать Изюм И он очень даже неплохой Тут ядра семян подсолнечника Ядра семян тыквы Семена льна и семена кунжута И тут кунжут, по-моему, черный и белый Я когда-то давно покупала в магазинчике На развес Черный кунжут, но он мне совершенно не пошел Я вот сейчас уже склоняюсь к тому Что он может быть какой-нибудь старый Был непросрочный, но для меня он был какой-то горький Вот прям вообще шути У меня тут экран что-то темнел Я думаю, блин, ну уж не Камера ли у меня темнела пока Пишу Слук почему-то Блин, он меня показывает сбоку Как капкепастная Вот туда шнули Вот они Семечки Можно так потрескать Можно в салат засунуть Можно измельчить Можно что-то еще сделать Тысячи килограмм Упакованы они и изготовлены Шестнадцать, девятнадцатого, но что Двадцать третего Где тут срок годности Добрый Где-то я его видела А, двенадцать месяцев срок годности У меня еще есть коробочка Я ее Распакую тоже заодно В принципе, это, наверное, будет С Азон, Вайперис И Яндекс.Маркета Потому что я ее, в принципе, Собрала в тот же день, когда С Азон и Вайперис собирала Я думала ее отдельно обозрить Ну а что, в принципе, с Азон и Вайперис Какая разница О, блин Тут у нас Семена технической Канапли Так интересно Забирала Во-первых, на почте Никакого Я думала, что Ну, забирать на почте Ну, я думала, что По почтовому треку будет Никакого почтового трека Там какие-то пять цеверок Надо сказать Либо что и год показать Во-вторых, надо паспорт У меня почтальон же как бы знает Она говорит Ну, 18 лет, наверное, есть Я говорю Мне вообще-то 39 Я говорю Ну, ладно, типа Я говорю А что, паспорт Оказалось, там вообще Все по-другому Ходит через почту И заказ лежит Только пять дней Типа за пять дней не забрал Он обратно ускакал И, в общем И отслеживается Нигде трек Ничего Никак не понятно 2-го 11-го 23-го Но Отправилась Или заказалась Я уже не помню Где у меня этот ножик-то Микрофон Топушка Ну, может, уловил Там я ножик через камни Доставала Из камина Так вот 411 рублей Если платить Яндекс Бэй Причем оно у меня Авто Ну Со столой Примерно Буквально за пару минут От Яндекс Бэй Я про этот Яндекс Бэй Узнала случайно Еще когда На сон какой-то опрос По банкам проходил Но мне было лениво проходить Я думала, что за Яндекс Бэй Стала оплачивать Оно мне предлагает Если ты вот Яндекс Бэй Себе активируешь Ну там Задегистрируешься Что-то в этом роде То Соответственно У тебя будет Так и подмывает Пошу ржать Но я же обещала Не шу ржать специально Короче, то у меня будет Какая-то скидка Что-то рублей Девять Или типа того Я думала Ладно Хрен с ним Но из карты Любой ПСБ можно перевести На этот Яндекс Бэй Он что-то такой Типа Я думала Виртуальная карта Для оплаты В магазине Видимо на Яндексе Уж не знаю Чем Ну какой-то гемор очередной Я так понимаю Что сейчас Россия делает Это все Типа Поднимайте внутреннюю экономику России Страны Тратите только деньги Как в России Ну плюс-минус Алиэкспресс Наверное Потому что Куча всяких Кэш-карт Получилось Вот у меня Кредит Европа-банк Кэш-карта Благодаря которой Я открыла счет И вывела свою Зарплату с Ютубом Потом Почта-банк Тоже Кстати и Кэп И Почта-банк Они обе мир Пластик Тоже Кэш какой-то там Первый То ли один месяц То ли три месяца В супермаркетах Если покупаешь Оплачиваешь Каты Почта-банк А то 10% Кэш идет Ну я бы хотел снова Покупала Слушай меня простите Я что-то второй день Такая Не особо Высыпаюсь Встаю Потому что Надо вставать Кучу всего делать Думаю Сейчас на улицу выйду Мне полегчает Мне вроде легчает Слегка Прихожу домой Вся такая вялая Сейчас я сегодня суп поставила В спуске бульон И только минут через пять Вспомнила шум Мелопилитис Хорошо под крышкой Не убежал Так вот Тут два килограмма Я семянка на плей Потому что я хочу их смельчить Хочу попробовать сделать Ибо из ядер семянка На плей То что я хотела Попробовать То что я пыталась сделать У меня не получилось Ибо не очень мягкие Ах Опа Там можно было купить Аж пять килограмм Ну думаю пять килограмм Там я нахрена Ну, вроде как Самый минимум был это два Ну и оно как-то дешевле ходило Я гляну на свое вот оно не очень видно так я уже там не кручу и рчу может удар сделаю, немножко себя вырежу а потом обратно голову свою подниму вот наверняка тут эти две бумажки вообще невзятны лишняя упаковочная коробочка что ли была пойду на сожжение взад хрупкое то что оно хрупкое надо было брить с другой стороны наверх а обалдеть это кусочки бумажек от другой коробочки дентекс ты такой фееричный вот тут упаковано 26 октября этого года 12.52 и составлено 2 ноября 18.00 краса да, да, да я жду кунду в коробочку в коробочку а в чём оно как-то странно приглянуло что я его потрогала и оно приглянуло снизу коробочка это коробочка вывернутая но вообще была коробочка какая-то ее вывернули внутрь и то что вышло снаружи мне послали а то что ну короче сделали как бы новой коробочкой а то что внутри это коробочка от предыдущей посылки в России наверно дефицит коробочек особенно на яндекс маркете честно я впервые с таким дуртомом сталкиваюсь в общем тут я думаю это два мешка по килограмму но это один-два килограмма в одном мешке так вот я не поняла с меня паспорт спрашивали потому что я получала техническую коноплю чтобы раздавить ее и съесть или просто яндекс маркет требуется всех причем в коробочке где-то написано карандаш как было конопл конопл хорошо конопл подклеена еще так реально люди давайте скинемся яндекс маркету на коробочки ну или я не знаю наверное надо сделать так на зоне вайдберес часто остаются коробочки на базах вытащить а товарищи сотрудники зоны вайдберес которые получили оставляют эти коробочки себе не оставляйте их себе точнее оставляйте а потом складывайте и отправляйте на яндекс маркет потому что у продавца яндекс маркета совсем напряг с такими коробочками семена голубли для проращивания и полезных блюд меня сам прикол прикол но я понимаю что она техническая но для проращивания а вдруг кто-то это будет что-то пытаться так ладно склад полезных продуктов 3w. эко склад пп.х выращена на Алтае 2кг в октябре 23-го года создана срок годности 12 месяцев ну мы с моим маленьким другом ее я надеюсь и смельчим а потом сожрем тут довольно приличное количество я вижу просто шкурок над этой от зернышек что хочу сказать что хочу сказать некачественная кромка наверное шепта шептанула даже какая-то палочка есть запятнял производитель по 2кг скидывает процентов 10 шкурок пустых ну ладно телепатом попробую я кое-что сейчас тестирую и попутно записываю процесс тестирования кто догадался поделитесь личное сообщение со мной подняла выше сейчас я голову свою я эту голову свою подняла обратно у меня новая подушина 2кг семян и шкурок так что у нас тут дальше у меня есть пакетик в котором пакетик и бумажный пакетик и бумажный пакетик порвался и я туда дадусь как чтобы ну короче говоря чтобы оно не прорвалось не просыпалось но я оттуда уже зажжал 3 орешка так где бумажки положу эту мне на коробочку еще какая есть он достался я его специально обратно засуну в этот пакетик он все равно достался короче это матча а я его ти тайм традиционный японский чай который благодаря своему ярко-изумрудному цвету получил название невритовый напиток что они курили я у них тоже знаю насчет невритового напитка потому что по-моему невритовый напиток это чудо его мягкий его вкус мягкий с ореховыми травянистыми нотками не припомнив и подати ореховых ноток способ заваривания подогреваем 60 мл воды до температуры 75-80 градусов цельсия добавляем 1-2 ложки по желанию можно просеять через ситечко 2 ложки столовые десертные чайные вообще-то 2 грамма добавляем 20 мл воды затем добавить еще 180 мл горячей ваты размешать до полного растворения чая затем добавить еще 180 мл горячей ваты 75-80 градусов или молока от той же температуры с пить венчиком для образования пенки изумрудной напиток готов к употреблению если туда добавили молока оно уже не изумрудное слушайте меня так всегда бомбит когда кто-то с закусом под японцем пишет на романсе так и хочется с ноги толпануть никогда не била людей с ноги агенташа трахнула рукой по смене подругу когда она подавилась чем-то по ее просьбе она пыталась рука дошелая хотя она была пакостная девка такая мерзкая так что не хрен бы с ней опишенных в одном на опишенных вот будет я сегодня пришла к подружке но как подружка мы с ней общались она подруга моей троюродной сестры и мы в одно время я ее в одно время суду компоную байкером чтоб она семушу нашла я тут свалила а ее там оставила она пошла семушу сейчас у меня вроде второй семушной не суть важно короче говоря я пришла она такая злая на меня смотрит она тоже какая-то я думала бы неужда она как никитос определяет по морде лица движением голосу мою эту и мы с ней так весело пообщались матом короче а к тому что видать меня что-то задолбало и я и я это самая аэро слегка агрессивная короче условия хранения хранить сухом помещении не то чтобы я слегка агрессивная я просто немножко агрессивно реагирую на идиотов которые думают что они крутые страна происхождения япония я-то сейчас я это разорву и мы посмотрим что там из умрудного состав зеленый порошковый чай матча срок годности 2 года как бы есть матча а есть порошковый чай тут вон подробности а кому интересно глядя кей в интернете aantm.t собака гламыв .ру .пост чесноком пучкалов масса нет 100 грамм порошковый чай растворимый блядый вы видите что на коробочке на багитнике я сейчас гляду как ему передаётся так ли что блядый блядый да оно вот так и передаётся так же бледно оно передаёт вот такое вот оно бледное чувак ты вообще в курсе что такое искусственный цвет пешим висит таки агрессивно Макрит на древнегреческом то же самое, что бака на японском Почем я покупала этот чай? Вы знаете, у него цвет такой Как самую парашную матью Расподяжили с молоком Ну хорошо, хоть непонятной мятой не пахнет А то бывает чай порошковый зеленый, который пахнет такой слегка хреновой мятой Короче Я даже не знаю, с чем сравнить Вот этот цвет на пачке в два раза ярче, чем то, что внутри Я понимаю, он покупал это в Японии, наверное В 2011 году Мешком купил Хранил хрен знает, где я нас веду давно Ту матью, которую Никитос мне присылал из супермаркета В супермаркете купленную Немножко она просручилась на полгода И когда я ее открыла, она очень быстро Побледнела Но Короче, качество матью Такое свойство, что Даже У Тайпин 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 Манну не буду склонять У Тайпина, который я покупала на Вайберису какого-то производителя Он сначала был такой, ну, прям ярко-селеный цвет, хороший, а потом темнел-темнел-темнел И вот он так же, как водя, вот, хороший чай, дорогой, он потом последствия темнеет То есть его неправильное хранительство, у него срок годности уже ушел никуда И вот он, соответственно, такого цвета будет Вот тут явно в 2011 году куплен Почему в 2011 году? Я в 2011 году на Алике заказала себе чай И, точнее, в 2013 году на Алике заказала себе чай, порошковый чай зеленый, батя И, причем, он даже не японский был Ну, порошковый чай зеленый Китайский какой-то Тайванский, наверное И он, значит, он стоял 10 лет, и я его потом открыла Он каждый год все бледнел, бледнел, бледнел И он уже вообще безвкусный какой был Я тогда его использовала в основном как краситель Для изготовления малоручной работы до года вот это вот по сравнению с тем По виду даже хуже Не знаю, как по вкусу, я надеюсь, что только с молоком и пить можно У меня такой уже был Я не знаю, то ли я его выпила, то ли он меня где-то лишит Надо специально искать, хотя пол-то разбиралась, но В общем, надо доставать оттуда пакет с чаялью И смотреть, есть он такой или нет Это японский Причем довольно свежий Первого седьмого этого года созданный И восемнадцать месяцев живет до января двадцать пятого года Чай сиреный растворимый Гуни дара Экстракт натурального порошкового Порошкового Экстракт натурального порошкового праздного Чайного листа Уэзей Одна ложка Пять грамм На чашку Две ложки На чашку, которая чуть побольше Короче, одна ложка На чашку Сто миллилитров Две ложки На чашку Сто пятьдесят Двести миллилитров Я редко сейчас занимаюсь японским Как-то не до того Но я через кемерка и внезапно что-то еще понимаю Тут он пишет У-у-у Ой, сей Маруй Маруяка Дэ-дэ-дэ Яку, че-то там Блин, как тебе понравится Я ж письмо Маруяка Че-то там Че-то там В смысле Я не все Контику Что тут у нас Что тут у нас Там даже такой Пакетик, чтобы Оно не намокало Или не высыхало Зелененький Он, конечно Не изукрудный Но по крайней мере Он зелененький Он зелененький Как на пакетике А не как там Кирковатенький Но я бы хотела изукрудненький Надо будет у Никитоса узнать Есть у них Но раз они В принципе Мои любят То вот Вот такие вот Вот такого цвета Они только в гараж Для За границей Делают Ой, да я пей Написано Или еще и Сами японцы Это пьют 50 грамм Ну это можно пить И без молока Ну и так Покатит Японский Кофе 400 с чем-то Рубий За 70 грамм Японии созданный Ну смысл Серьезно Это не японское Ну надо Серьезно Серьезно Молотая Кофейная Сорта Арабика Индонезия Бразилия АГВ Лакшери Мокка Кофе Растворимый 18 месяцев Он у нас Чего? А, до 06 24 Это еще ладно Создан он у нас 1 декабря 22 года Одну чайную ложку Кофе 2 грамма Солить 140 миллилитров Горячий водитель Сахар И сливки По вкусу Ну у меня будет Это Чуть побольше Литров воды Я думаю Чего-то Немножко Чего-то Масты Куда Сает Мутант Пурэнто Дальше Местами Пошли Катя Там как бы Еще было 80 грамм Баночки Стеклянные Чуть Поторожили Я подумала Какая Нахрен Разница Ну на сотню дорожек Пусть Вот 700 грамм Пакетики А ну Было Вот В таком Пакетике Я Этот пакетик Порвала Ну Надорвала На базе Вытащу Чтоб Глянуть Что-то Вообще То Пошло Или Нет А оттуда Нанимаю Шубачка Средка Порвана Уже Машка Да Машка Попорвана И оттуда Выскочила Висташка Не соленая Не жареная И некоторые Некогда же Нераскрыть И придется Как-то Колбан Ломать Потому что Мне их надо Почистить И уже В очищенном Вите Измельчать Я как-то Купила Напомню Год Или два Назад Чё-то 100 Что-ли Грамм Или 200 Грамм Чё-то Охрен Да До хрена До хрена Стоили Фисташки Уже Очищенные И сначала Они мне не сошли А потом Нормально Это чё-то Около Тысяча Стоило За килограмм А я Хорошу Сухопутые Из пара Фисташки Сухопутые Килограмм Килограмм Вот зажрублен всё И не хватит на измельчение Я же там мясо свиное запеклось Не обещала кошки его сегодня с ней пожрать Не надо пакетик Этот освободить Ну короче Пересыпать Какой-нибудь Пакетик Или коробочку На балконе Вроде какая-то коробочка Есть Или в обычный Пакетик Пересыплю А эту Мавечку Взять И положить туда кучу И эту кучу завтра Сестре свести Тут у меня жгуби Громко наверное было Коммен на сайт Зрители хотите поддержать канал Я сейчас как раз денежку Собираю Но так как данного пока нету Дольфи И собрать нечего На панель Световую Размером Вот с этого товарища С шторками Со всех сторон Четырех Потому что У меня иногда Не хватает цвета Когда я пишу видео Она где-то Около трех тысяч Нормальная такая стоит То можете мне задонатить Тут где-то будет Облачко Типа подержи Лольку Даже в тексте Будет Я там Собираю Монетку На туда-туда Ну и короче Надеюсь Вы словили Свою мурашку Я очень Приветствую Комментарии Насчет Звука Так что Лава шагомента Насчет звука Как написала На петричку От диджай И как бы Пока не вытащила Щипцами В чатике Диреки Никто ведь И не признался Так вот Так как я Сейчас бежу На пушку Я там Чуть-чуть Прибаю Вот этот Трицепел Даже без теста Не знаю Как это будет Все Пушка Все даже Но она Сейчас соединена С диджай Но Как бы Это там Что-то Должно быть Интересное Дайте пожалуйста Знать Ответную связь Обратную связь Короче Как вам звук Нормально Ненормально А то То что Срет под каждым Видео Последние два С лишним Месяца Не стесняется Срать под видео А те кто Вот как бы Че-то хочет Почему-то Вы стесняетесь Короче Всем спасибо Ну и это Пока Субтитры 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 Субтитры